Добрый вечер. Итоги большой спортивной среды для вас уже готовы подвести факты спорт. Присоединяйтесь к нам. Начнем с европейского успеха наших теннисистов. В Загребе продолжается континентальное первенство среди юниоров по настольному теннису. И золотой медалью в командных соревнованиях нас радует 15-летняя краснодарка Кристина Казанцева. В финале вместе с Анастасией Колеш из Ленинградской области наши девчонки в сухую 3-0 переграли польскую пару Катажину и Анну Вегжин. Бронзу командного турнира между собой поделили сборные Словении и Румынии. Завтра Кристина продолжит выступление на первенстве в дисциплине Микс вместе со Львом Кацманом из Архангельской области. А в пятницу Казахстан начнет свой путь к медалям в парном и личном зачетах. Добавлю, что российская команда юношей, которую тренирует Максим Казанцев, отец нашей Кристины и в которой пока нет кубанских теннисистов, также стала чемпионом Европы. Россияне обогнали шведов, венгров и азербайджанцев. Золото Европы юношеская сборная взяла впервые за 10 лет. Еще об одном европейском первенстве далее речь пойдет. Футбольная сборная КубГУ с победы стартовала на европейских университетских играх. Сегодня в первом матче группового этапа краснодарцы с минимальным счетом обыграли представителей норвежского колледжа Сог-Ок в Юране. Единственный гол был забит во втором тайме. Автор капитан россиян Амаль Вардания. Уже завтра герой встречи выведет свой коллектив на следующую битву. В 19.45 наши студенты начнут матч против команды португальского университета Миндио. В пятницу третий тур. В нем соперника кубанцев станут швейцарцы. Для того, чтобы выйти из группы Д, футболистам из КубГУ нужно еще набирать очки. Понятное дело, плей-офф начнется на выходных, а решающие встречи и встречи за медали назначены на 19 июля. И мы, конечно, в финальных боях ждем и КубГУ. Предпосылки для этого есть. Краснодарцы действующие победители игр. А по до старта российской футбольной премьер-лиги остается две недели. Команды продолжают готовиться к чемпионату. Кто-то доигрывает последние товарищеские матчи на заграничных сборах. Кто-то уже вернулся домой и работает на родных стадионах. Краснодар до конца этой недели будет в Австрии. Второй сбор «Быки» проводят именно там. А вот насколько удачно, расскажет Владимир Черкашин. Футбольный клуб «Сараева» – четвертый соперник горожан на австрийском сборе. Несмотря на товарищеский характер встречи, с первых минут Краснодар стал демонстрировать атакующий футбол. Не прошло и пяти минут, как Сергей Петров принял заброс из центра поля, дошел до угла Вратарской, перевел мяч в центр, где на точную передачу откликнулся Федор Смолов. 1-0. Однако боснийскую команду набор краснодарцев из кольи не выбил. Футболисты «Сараева» вскоре сами стали проводить атаки. И на 20-й минуте Нермен Циркич сравнял счет. Но уйти на перерыв в лидерах боснинцам не удалось, так как Смолову удалось оформить дубль. На этот раз шустрому нападающему Краснодара ассистировал Жуазинью. 2-1. Вторая половина товарищеского поединка была менее зрелищной из-за многочисленных замен. Однако «Быков» это не остановило. Упрочил преимущество горожан бразилиц Вандерсон. 3-1. Вторая победа черно-зеленых на сборе в Австрии. Я думаю, мы проделали сегодня хорошую работу, доволен игрой. Мы вошли в ритм и получился достаточно хороший матч. У нас сейчас игры, которые помогают нам набрать нашу физическую форму. Я не думаю, что наша команда еще достигла 100% физической готовности. Но к началу нашего чемпионата, я думаю, мы будем готовыми. Уже совсем скоро болельщики Краснодарского клуба смогут оценить готовность горожан к чемпионату России. 1-го августа в рамках премьер-лиги черно-зеленые дома примут Томь. Владимир Черкашин, Ирина Петенева, Кубань-24. Еще два товарищеских матча «Быки» проведут на австрийском сборе. Давайте посмотрим, с кем и когда. Итак, в пятницу 15 июля в соперниках пражская «Дукла», команда, чьи успехи приходились еще на вторую половину 20-го столетия. Тогда еще «Дукла» был чехословацким клубом. Сейчас же этот коллектив играет в высшей лиге чемпионата Чехии. И в прошлом сезоне «Дукла» заняла 10-е место среди 16 команд. А на следующий день, 16 июля, горожане повернутся силами с одним из старейших клубов Италии, Удинезе. Несмотря на свою более чем вековую историю, в серии команда ни разу не становилась чемпионом. И вот последний такой крупный успех датирован сезоном 2011-2012. Тогда футболисты из города Удина стали бронзовыми призерами национального первенства. Но вот прошлый сезон команда, мягко говоря, провалила, заняла 17-е место, едва не вылетев в серию «Б». Теперь об успехах в регби. Сборная Краснодарского края завоевала бронзовые награды первенства России по регби-7 среди юношей до 18 лет. На групповой стадии турнира, который проходил в Зеленограде, кубанские регбисты обыграли команды Калининградской и Липецкой областей, но уступили столичным спортсменам. Однако это не помешало кубанской сборной пройти в четвертьфинал. В одной четвертой команда Антона Левченко переграла Ростовчан, а вот в полуфинале уступила Пензе. В важнейшей игре за третье место нашим регбистам удалось собраться и обыграть воспитанников школы ВВА Подмосковья. Таким образом, у нас третье место. Победителями национального первенства стали столичные регбисты, вторыми спортсмены из Пензенской области. Молодцы юниоры. Ждем еще лучших результатов и от взрослых регбистов. Игроки Кубани продолжают готовиться к полуфиналу Кубка России по регби-15. Завтра команда Александра Алексеенко проведет заключительную домашнюю тренировку перед отъездом в Монино. Матч за место в финале Кубка страны пройдет в Подмосковье. 16 июля Кубань сразится с клубом Военно-воздушной академии. Не примут участия в игре несколько лидеров обеих команд. И Кубань и ВВА Подмосковья делегировали в сборную России по регби-7 свои лучшие кадры для выступления в европейской гран-при серии. Ну, кстати, уже известен первый финалист Кубка России – это Енисей СТМ. В одной-второй финала в восточной части турнирной сетки красноярские регбисты обыграли Красный Яр. И уже по традиции завершает вечерний выпуск спортивных фактов рубрика «Герой недели». Напомню, эту неделю с нами проводит новичок гонбольного клуба Кубань Яна Ускова. Но если вы внимательно следите за нашими эфирами, то уже смогли немного познакомиться с Яной. Спортсменка рассказала о своей семье, о своем детстве и даже вспомнила олимпийское время своей жизни. Сегодня Яна не будет говорить об успехах в спорте, а поведает об учебе. Любила ли экс-игрок сборной России по гонболу учиться в школе и на кого выучилась в институте? У меня даже самые любимые мои одноклассники – это до восьмого класса, с кем я проучилась. Потом у меня неразбериха со школами была, так как уже в сборную начали приглашать. Я очень много пропускала, очень много было троек, я не успевала. Приходилось переходить в спортивный класс. Потом мы решили с мамой, что надо заканчивать экстерном, иначе у меня не получается. Мне нужно было ехать на чемпионат мира, это был 2001 год, на чемпионат Европы был. И у меня не получалось, так как у меня были экзамены, мне нужно было сдавать, мне нужно было идти дальше. Я сдала экстерном, поехала на чемпионат Европы, этот чемпионат Европы мы выиграли. Учителя меня не очень любили, так как я пропускала все предметы практически, я сдавала заочно. Это был 11 класс уже, 10-11 класс. Это было очень тяжело, я помню, для меня это было самое тяжелое. Потом я поступила в Адыгейский государственный университет, на юридической факультет. Мне там было, мне очень нравилась, во-первых, эта сфера, и мне там, я успевала. У меня первые два курса, я все успевала. Я успевала тренироваться два раза в день и учиться. Но потом пошла национальная сборная, там нужно было немножко отдаваться больше. Там, тогда я подписала контракт, чуть позже подписала контракт уже с Ростовом. И мне пришлось перевестись на заочное отделение. До сих пор мне нравится эта сфера. Но пока, пока гонбол. Отличная гонболистка и отличный рассказчик Яна Ускова говорить о себе продолжит уже завтра. В вечернем выпуске «Спортивных фактов» не пропускайте рубрику «Герой недели». А у меня на этом все. Хорошего вам вечера и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok